Общее сведение. Инвазивная протоковая карцинома – самая распространенная разновидность рака молочной железы. Составляет примерно 80% от общего количества случаев злокачественных опухолей груди. Возникает при распространении протокового рака инситу ПКС за пределы протока. Риск развития инвазивной протоковой карциномы увеличивается с возрастом 2 третьих больных – женщина старше 55 лет. На поздних стадиях наблюдается поражение регионарных лимфоузлов и отдаленное метастазирование. Прогноз на одном-двух стадиях достаточно благоприятный. При своевременном лечении стойкая ремиссия наблюдается у 85% пациентов. При метастазировании в лимфатические узлы и отдаленные органы выживаемость снижается. Лечение проводят специалисты в сфере онкологии и маммологии. Инвазивная протоковая карцинома молочной железы Причин инвазивной протоковой карциномы Причины возникновения данной патологии точно не выяснены. В числе факторов риска специалисты указывают неблагоприятную наследственность. Женщины, имеющие близких родственницы с инвазивной протоковой карциномой, страдают этим заболеванием в 2-3 раза чаще по сравнению со Средними показателями по популяции, вероятность возникновения карциномы также увеличивается при наличии неинвазивного протокового рака в анамнезе и при этом временной Отрезок между двумя заболеваниями может сильно варьировать. Иногда инвазивная протоковая карцинома диагностируется через 20-25 лет после лечения неинвазивного рака. В число факторов риска включают особенности гинекологического анамнеза и хронические заболевания молочных желез. Инвазивная протоковая карцинома чаще выявляется у женщин с ранним менархией, поздним началом климакса, поздней первой беременностью, отсутствием гистации, родов и кормления груди в анамнезе. Кроме того, рак в груди чаще болеют пациентки, страдающие фиброзно-кистозной мастопатией, фибродиномой молочной железы. Развитие инвазивной протоковой карцинома может провоцироваться продолжительным в течение нескольких лет приемом гормональных препаратов. В репродуктивном возрасте негативную роль могут сыграть оральные контрацептивы, в периоде менопаузы, лекарственные средства для устранения проявлений климакса. Наряду с перечисленными факторами имеет значение высокий уровень радиации, радиотерапия по поводу других онкологических заболеваний. Сахарный диабет, гипотериоз, ожирение и артериальная гипертония. Симптомы инвазивной протоковой карциномы. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно. Обычно на начальном этапе новообразования удается обнаружить только благодаря проведению регулярных осмотров и самоосмотров. При пальпации определяется безболезненный плотный узел без четко выраженных границ. Первым явным признаком часто становятся прозрачные, желтовато-зеленые или кровянистые выделения соска, появляющиеся независимо от фазы менструального цикла. По мере прогрессирования инвазивной протоковой карциномы количество выделений увеличивается, возможно мацерация кожи, появление эрозии язвочек в зоне ореолы. Меняется внешний вид груди. Кожа над инвазивной протоковой карциномой вначале становится розовой, багровой или красноватой, а затем начинает шелушиться. Может выявляться умбелликация втяжений кожи в области новообразования, симптом площадки, наличие неэластичного участка, не расправляющегося. После кратковременного взятия в складку и симптом лимонной корки, чрезмерная пористость кожи на взятом в складку участке. Постепенно все более заметной становится внешняя деформация. Больная грудь по размеру, форме и внешним контурам отличается от здоровой. Возможно втянутость соска. При инвазивной протоковой карциноме выявляются как локальные, так и общие признаки онкологического поражения. Слабость повышенная. Утомляемость, потеря аппетита, отвращение к мясным продуктам, анемия, снижение веса и гипертермия. При метастазировании инвазивной протоковой карцинома в регионарные лимфоузлы пальпируются опухолевидные образования в подмышечной области. Возможен отек верхней конечности на странице поражения, боли и неприятные ощущения при попытке поднять руку. Отдаленные метастазы возникают в результате распространения раковых клеток истоком крови. Инвазивная протоковая карцинома обычно метастазирует в кости, легкие кожи, печень, яичники и головной мозг. При метастазах в кости пациентов беспокоят боли в спине и конечностях. При метастазировании печей может развиваться асцит. Метастазы в головной мозг проявляются головными болями и при припадками различными неврологическими расстройствами. Метастазы в легкие нередко долгое время протекают бессимптомно. Возможно боли в груди, одышка, длительный кашель и кровохарканье. Поражения кожи напоминают картину рожестого воспаления. Симптомы инвазивной протоковой карцинома с учетом стазии аистазия диаметр опухоли не превышает 2 см. Прорастание кожи и подкожной жировой клетчатки отсутствует. Аэ-аистазия диаметр инвазивной протоковой карцинома 2,5 см. Выявляется положительный симптом площадки и морщинистость кожи при взятии в складку. Аэ-бестазия диаметр опухоли 2,5 см. Может определяться нерезко выраженная умбиликация. Выявляется не более двух метастазов. Три стадия диаметр инвазивной протоковой карциномы более 5 см. Обнаруживается умбиликация, отечность груди и симптом лимонной корки. Возможно втянутость соска. Выявляется не более двух метастазов. Аэ-бестазия опухоль большого размера, поражающая значительную часть молочной железы. Выявляются многочисленные метастазы, диагностика и лечение инвазивной протоковой карциномы. Диагноз устанавливается с учетом жалоб, анамнеза, результатов внешнего осмотра и данных дополнительных исследований. При наличии хотя бы одного настораживающего симптома показано расширенное обследование. Пациенток с подозрением на инвазивную протоковую карциному направляют на обзорную маммографию в трех проекциях. Прицельную маммографию. Дуктографию МРТ и УЗИ молочной железы и с регионарными лимфоузлами. Осуществляют исследования мазка из соска молочной железы. Проводят определение онкомарки РСА-15-3 в крови. Выполняют биопсию инвазивной протоковой карциномы, гистологической, иммуногистохимической и цитологической исследований биоптата. Для исключения метастазов назначают рентгенографию легких, рентгенографию костей, конечностей, узей внутренних органов и другие исследования. Лечебную тактику определяют с учетом стадии процесса гормонального статуса инвазивной протоковой карциномы, гормонозависимая либо гормоннезависимая и хио-2 статуса опухоли. На начальных стадиях выполняют радикальную резекцию молочной железы или подкожную мастектомию. При распространенной инвазивной протоковой карциноме проводят радикальную мастектомию или мастектомию с одновременным облучением. По возможности осуществляют реконструкцию или одномомент ноги протезирования молочной железы. При наличии противопоказаний к масштабному оперативному вмешательству пожилой возраст наличие тяжелой соматической патологии применяют абляцию с лимфодиноктомией. В послеоперационном периоде назначают лучевую терапию и химиотерапию. При инвазивной протоковой карциноме 3 и Айви стадии лечения начинают с химиотерапии. При выявлении гена Хе-2 применяют лопатини по его аналоге. При гормонозависимых новообразованиях используют гормональные препараты. После хирургического вмешательства больных направляют на психологическую реабилитацию в отдаленном периоде при необходимости. Проводят реконструктивные операции для устранения косметического дефекта.